История театра берет свое начало в 1985 году. На сегодняшний день это единственный театр кукол в республике. У учреждения есть свой собственный бутафорский цех, в котором мастера каждую куклу создают сами. Марионетки, куклы ростовые, паркетные, ширмовые, пулемет, ветви. Для мастеров бутафоров нет ничего невозможного, когда в их руках поролон, ДВП, дерево и клей. После того, как над реквизитом поколдовали бутафоры, за дело берется художник, который создает полный образ кукольного актера. То есть мы нигде ни у кого не заказываем, а сами все делаем своими руками. Бывает, что даже на большие какие-то мероприятия республиканские наши бутафоры тоже подключаются, и у нас заказывают, и мы делаем. Ростовые, допустим, куклы. И все это бережно упаковали в специальные ящики для кукол и привезли в Якутск, чтобы порадовать жителей столицы. Мам! Кацун! Кони вам тащи! На сцене куклы будто оживают. Для жителей Якутска в новинку стал не только сам формат представления, но и языковое исполнение. Главный вопрос, который заинтересовал меня и, думаю, всех зрителей, действительно ли вы говорите на китайском языке? Нет, на самом деле не действительно. Вообще, когда начали ставить этот спектакль, сказали китайский язык. Ну как, мы же не знаем китайский язык. Как, где? Зашла в интернет, начала искать, вроде бы что-то нашла. Но где-то на самом деле очень сложный язык, и где-то что-то нашла, и где-то что-то использую. А остальное все я сама придумываю. На этом гастроли Нюрнгвинского театра не заканчиваются. Теперь трупы отправляются в Нюрнгвинский улус, где 31 марта актеры порадуют зрителей спектаклем «Китайская история», а 1 апреля – «Навстречу солнышку». Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутик.